Так, вижу десяточки. Как в других комнатах? Так, отлично. Так, вижу десяточки. Приветствую всех, друзья. Напишите, откуда вы. Давайте посмотрим нашу географию, потому что наша встреча с вами сегодня переводится на очень много языков. И для всего нашего сообщества, как в других комнатах, друзья, напишите, откуда вы. Давайте посмотрим нашу географию сегодня, переводить на те языки, где у нас есть наши партнеры, где есть те люди, кто будут заниматься развитием нашего проекта. Отлично. Ну, еще раз всех приветствую. Будем начинать. Вижу очень много городов в России, Белоруссии, Украине. Приветствую всех, друзья. Я нахожусь в русскоязычной комнате, поэтому вижу чат русскоязычной. И также приветствую наших иностранных партнеров. Знаю, что у всех разное время, поэтому кому-то доброе утро, кому-то добрый вечер. Но самое главное, что мы с вами вот здесь встречаемся, и независимо от тех границ и рамок, которые существуют в нашем мире, можем вот так запросто в моменте услышать и увидеть то, что важно для нас каждого, для каждого. Итак, сегодня наша презентация посвящена очень важному и очень нужному моменту. Очень серьезная вещь происходит во всем мире уже на протяжении больше года. В мире происходят перемены, и мы с вами знаем, что тот затяжной кризис, который еще неопределенное время будет происходить, он очень больно бьет по предпринимателям, по бизнесу и по различным, ну, таким мелкому, среднему бизнесу особо, да, огромное количество людей позакрывали свои предприятия. И если вы попали под какую-то такую, ну, серьезную ситуацию, поставьте, пожалуйста, свои пятерочки, что у вас, да, это тоже произошло. Анастасия, извините, пожалуйста, я прерву вас секундочку, у нас музыка в итальянской комнате. Да, хорошо, ждем. Да, поставьте, друзья, пока кто в других комнатах, свою пятерочку, у кого коснулось. Коснулись изменения во всем мире, потому что те непростые времена, которые начались у нас в 2020 году, сейчас, конечно, продолжаются отклики, для многих даже открытия в данный момент каких-либо бизнесов просто невозможно, проблематично и очень сложно. И все-таки человек уже созревающий, да, то есть если мы говорим про молодежь, то у молодежи есть возможность уйти в интернет-пространство, то для человека, который уже прошел определенный жизненный путь по привычке, да, по, как говорится, как old school, да, по старинке, ведя бизнесы очень сложно и очень непросто. Ага, все хорошо в итальянской комнате, значит, продолжаем, друзья, по нашему расписанию. Так вот, поставьте, пожалуйста, во всех комнатах, давайте посмотрим, скольких людей коснулась пандемия с точки зрения бизнеса. То есть либо вы получили увольнение, либо ваш бизнес потерпел какие-то убытки. Ну, мы знаем с вами, что более 2 миллиардов по официальной статистике, более 2 миллиардов людей получили, ну, просто были, так скажем, отправлены в отпуск, да, и ушли либо на онлайн-работу, либо вообще потеряли свою работу. И в том числе это были, конечно же, предприниматели. И то количество предпринимателей, которое было ранее, очень сильно сократилось. И на данный момент времени непростая ситуация, она ищет новые решения. Так вот, мы с нашим сообществом создали новое решение, это цифровая платформа. Анастасия, извините, я не знаю, это моя проблема или проблема в комнате? То ли там накладывается запись на звук? Скорее всего, это так, потому что я слышу то, что я говорила 5 минут назад. Так, ну, давайте попросим. Да, если можно, да, нужно попросить наших организаторов, чтобы как-то наладили нам итальянскую комнату. Хорошо, давайте подождем. Да, спасибо. Так, когда у нас... Сейчас, одну секундочку. Кто у нас администратор? Давайте попросим, чтобы этот вопрос пока решали. И давайте, друзья, кто в других комнатах, напишите, пожалуйста, как прошло... Вот прошло это время, да, с того момента, как у нас была объявлена пандемия в вашей стране, что улучшилось в вашем понимании в бизнесе или ухудшилось? То есть что произошло в той стране, в которой вы находитесь? Замечаете ли вы изменения в бизнесах? Появляются ли новые какие-то направления или заведения? Или все-таки большая часть закрылась? То есть, понятно, модернизация происходит, да, мы переходим на роботизированные, да, где-то ужас происходит, действительно, да, другими словами не назовешь. И сколько я видела в интернете таких, ну, именно предпринимателей выкладывают такие мемы, да, когда, ну, такие стоят камни, да, надгробные над бизнесом, над их бизнесом. И с одной стороны это, ну, печально, а с другой стороны это та самая точка роста. И вот тот самый, да, спасибо большое как раз онлайн, который помогает людям найти новую возможность выхода из этой ситуации. И вот пока мы ждем, что у нас в итальянской комнате будет налажена связь, давайте мы с вами пообщаемся, что вы предприняли, если у вас есть какие-то на ютубе, пока еще не идет записи, не вижу трансляции на ютуб, поэтому, наверное, скорее всего, будет просто в записи это выложено. Ну, давайте дождемся, когда у нас в итальянской комнате будет все в порядке, и тогда попросим... Подскажите, пожалуйста, да, Анастасия, извините, что я вас прерываю. Подскажите, есть какие-то организаторы в какой-либо комнате, которые могут исправить ситуацию? Потому что у нас в итальянской комнате идет параллельно перевод того, что говорит Анастасия в данный момент и регистрация того, что мы сказали 10 минут назад. Накладывается звук. Ну, вот они и плюсы и минусы нашей онлайн-встречи. То есть, с одной стороны, мы с вами... Ага, решаем. Да, мне Николай, администратор, ответил, что этот вопрос сейчас решается. Окей, спасибо. Вот они и плюсы и минусы наших таких встреч. Это техника, естественно, всем все бывает. Так, на ютубе есть, со звуком в эфире все хорошо. Спасибо большое. Трансляция идет. Да, вот здесь ее не вижу, значит, может быть, идет через другую комнату. Окей. Пока вопрос решается, да, напишите, что происходило у вас. Как вы пережили этот момент с точки зрения бизнеса? Если у вас был бизнес, и вы его каким-то образом потеряли. Так, сейчас вот я тоже переведу. Все отлично. И что вы предприняли? То есть, многие перешли в онлайн. И действительно, это было отличным решением, потому что куда люди все пошли, да, они, кроме того, что перестали ходить на работу и в большие общественные заведения, все перешли в онлайн. И мы знаем с вами, что вся жизнь перетекла просто в наши гаджеты. И когда ты находишься на связи, на связи в интернете, да, со своими близкими друзьями, ты вроде как спокойный. Стоит тебе на некоторое время отложить телефон, происходит какое-то, ну, чувство, да, что что-то не так, что что-то чего-то не хватает. И это нормально, потому что мы переходим, ну, вот перешли точнее уже в такой момент, что без гаджетов у нас не получается, ну, той самой коммуникации, которая была, может быть, несколько десятилетий назад. Некоторым предпринимателям, вот у нас пишут наши партнеры, пришлось закрыться во время пандемии, и сейчас снова открылся, да, то есть кто-то пооткрывались снова, и посмотрите, что никакой нет гарантии, да, что может произойти новая какая-то, может, давайте не будем думать о плохом, да, ни про какие волны, никаких пандемий, но может произойти все, что угодно в любом бизнесе. И мы знаем с вами огромное количество примеров, когда люди, ну, пройдя огромный жизненный путь, там, на протяжении 10-20-30 лет, ага, наладили, да, отлично, продолжаем, 10-30 лет бизнеса, вдруг бизнес закрывался, и человек, привыкший к абсолютно, ну, однообразному такому образу бизнеса своего, да, просто не знал, как применить себя. Так вот, мы призываем абсолютно каждого искать всегда новые возможности даже в улучшении своего собственного бизнеса. И как я всегда говорю, чем бы вы ни занимались, вы всегда должны в своей голове держать тот самый образ беговой дорожки, потому что любой путь, на который вы встали, то ли это отношения, это бизнес, это предпринимательская деятельность, любое действие, за которое вы взялись, это беговая дорожка. И если вы на ней не двигаетесь, то вы откатываетесь назад, даже если вам кажется, что вы достигли самого максимального крутого уровня в этом. Стоит вам немножечко отойти, тут же сразу происходят откаты и какие-то обратные реакции. Ну, я это проходила через себя, я говорю это по своему собственному опыту. И давайте мы с вами тогда еще раз поприветствую теперь всех. Надеюсь, что сейчас у нас во всех комнатах все прекрасно, меня хорошо видно, меня хорошо слышно. Прямая трансляция на YouTube идет, и если вы хотите отправить эту трансляцию кому-то из друзей, то у нас есть в чатах ссылочка на прямую трансляцию, тоже, пожалуйста, ее можете переправить, если у кого-то в других комнатах нет. Ну, прямая трансляция сейчас, возможно, идет только на русском языке, значит, потом в дальнейшем посмотрим, как будет. И записи, конечно же, у нас будут. Смотрите, друзья, еще раз, наша цифровая платформа создана для малого и среднего бизнеса в то самое непростое время для всех предпринимателей. Это платформа, которая дает возможность объединить предпринимателей и клиентов для торгово-развлекательных центров, для больших сетей, также применимо. И давайте мы перейдем к следующему слайду и познакомимся с теми, кто меня не знает. Я всегда очень люблю новые знакомства, надеюсь, уверена, что сегодня это с нами со всеми взаимно. И кто меня еще не знает, меня зовут Анастасия Ягужинская. Я вице-президент по партнерской программе «Эварич» в сообществе «Нэми» и «Амбассадор Эварич» в России. Также я руководитель проекта ILC, это юридический полис, который в дальнейшем… Следующий продукт, который мы запускаем, конечно, есть у меня еще моя творческая составляющая. Это я занимаюсь много лет изучением психологии, системно-векторной психологии. И также я являюсь экспертом по нетворк-маркетингу, инвестиционным консультантом и тренером личной эффективности. И вы знаете, друзья, у меня также были свои бизнесы, поэтому я могу, ну, здесь не понаслышке рассказывать о том, что происходит с бизнесом, когда ты от него отходишь немножечко в сторонку, когда тебе на протяжении нескольких лет вдруг захотелось отдохнуть, и твой управляющий в момент, когда тебя, ну, нет на месте, так скажем, да, даже нету в стране, может вершить, ну, любые дела, и если у тебя нету того контроля, который уже сейчас мы даем возможность каждому человеку получить свой бизнес, то ты не можешь увидеть, как это происходит, то есть нет обратной связи. И поставьте, пожалуйста, плюсики, люди, кто в курсе и знает, и как происходит обратная связь в каких-либо заведениях, если даже это, допустим, какое-то общественное питание, да, какие-то рестораны, кафе, гостиницы, то есть всегда есть там книга жалоб и предложений. Кто писал в этих книгах когда-либо какие-либо предложения, поставьте, пожалуйста, плюсики, я хочу увидеть тех самых участливых людей, которые всегда, ну, готовы улучшать то место, куда вы заходите. Нет, кто-то не ставил, да, кто-то есть, кто ставил. Да, вот смотрите, с точки зрения руководителя бизнеса я вам хочу сказать, что это просто для нас, как хозяина бизнеса, это очень важно, получить вот ту самую обратную связь, то есть я, когда приходила в свой ресторан, у меня был ресторан, первое, что я брала в руки, это была книга жалоб и предложений, потому что это был единственный вариант узнать, как обслужили в том заведении, в котором у меня бизнес, понравилось ли там, что было не так, потому что когда я спрашивала, задавала вопрос своему персоналу, конечно же, все говорили, да, все хорошо. И даже с точки зрения, допустим, моих сотрудников я понимала, что, естественно, как они могут сказать, что было что-то не так. Они самостоятельно пытались какие-либо конфликтные ситуации решать по возможности, но мы сами с вами прекрасно знаем, что любую конфликтную ситуацию лучше всего решает руководитель этого заведения. И вот здесь очень серьезный вопрос встает у любого бизнесмена получить вот эту самую обратную связь. Кто-то писал благодарности, это тоже очень приятно, это тоже очень здорово, когда пишут благодарности, потому что когда ты пишешь благодарность, то есть твои сотрудники также будут вознаграждены за то, что они хорошо ведут свою работу. Так вот, я буду сегодня проводить для вас презентацию с точки зрения человека, у которого был ресторан, у которого был магазин, региональное представительство функционального питания. У меня было в городе порядка, наверное, 15 небольших точек, где я представляла ту продукцию, которой я занималась. Так вот, давайте перейдем к следующему слайду и поговорим с вами о том, как чувствуют себя клиенты, получая то или иную услугу, приходя к нам как к предпринимателю. Давайте сейчас даже те, у кого никогда не было предприятий или вы не вели когда-либо свой бизнес, давайте представим, что вы бизнесмен. И вот сегодня у вас есть предприятие. И вам, конечно, в первую очередь что хочется? Чтобы ваш клиент был всегда доволен, чтобы он пришел, получил услугу или получил какой-то товар и вышел, и вас благодарил, в ноги вам падал и говорил, господи, я вернусь к вам еще много раз. И вы знаете, когда я сама лично находилась у себя в ресторане или в магазине, практически все клиенты выходили примерно так, потому что я подходила к каждому клиенту и спрашивала, как вам понравилось, а что бы вы еще хотели, а может быть вам еще вот это, а может быть вот то. А вот в следующий раз, когда вы придете, мы для вас делаем специальное, еще предложение. Так, кстати, друзья, чуть попозже у меня будут для вас шикарные новости, так что я вам расскажу то, что у нас происходит сейчас в процессе мы находимся, и я не буду раскрывать все карты, чуть попозже я вам раскрою новости. Так вот, и вот клиент выходит довольный от вас, счастливый. Как вы думаете, когда он вышел от вас счастливый, какой дальше фидбэк вы получите? То есть довольный клиент, он не сможет молчать. Когда человека переполняют эмоции, ну, мы не берем сейчас, не рассматриваем различные типы личности, да, то есть кто-то, конечно, и промолчит тихонечко, но в основном, особенно если это женское население, хотя и мужчины тоже любят похвастаться своими достижениями даже в покупках, но будет обратная связь положительная, значит, этот клиент приведет вам еще много других клиентов, да, он будет рассказывать о том, как его обслужили, какая там была обстановка, как было там приятно. Но мы часто сталкиваемся с тем, что если сам человек, открывший этот бизнес, не находится внутри этого бизнеса, то работающие на вас сотрудники, они не могут передать вот тот самый заряд, да, то есть они не могут ваших клиентов, ну, максимально вот так наполнить вот этими эмоциями, как лично вы это можете сделать, если ваши сотрудники не замотивированы на это. И часто бывает, что вот та самая проблема кадров, которая возникает, да, всегда говорят, ищите кадры, что, ну, просто отрабатывают свои часы, да, то есть есть зарплата, может, есть даже какой-то процент с продаж, но отработка часов происходит, потому что человек не может чувствовать себя, ну, в своем бизнесе, он делает ваш бизнес, значит, для него он чужой бизнес, и он понимает, что сегодня я работаю там, завтра в другом месте, ну, какая разница, да, сейчас уже все идет к тому, что очень важно и даже для продавца быть профессионалом, но часто бывает вот та самая, вот видите, здесь девушка, да, когда она говорит, о, боже, что такое, почему мне положили всего один кубик в кофе, когда я просила три, то есть это случается, и человек, выйдя, допустим, из вашего предприятия, из вашего ресторана или магазина или любого заведения, где вы его обслуживали недовольным, это порождает за собой еще большое количество других недовольных клиентов в перспективе, да, то есть смотрите, если вам оставили отзыв о том, что было что-то не так, значит, вы предотвратили, вы сможете предотвратить дальнейший уход клиентов от вас, то есть если есть такая статистика, что недовольный клиент, по статистике, которая была проведена, недовольный клиент, это минус 28 клиентов, которые могли бы к вам прийти, то есть он расскажет обязательно, что вот туда не ходи, там вообще было все плохо, там вообще мне там не досолили или пересолили, и вообще даже за это не попросили прощения, поэтому вы знаете, что в ресторанах, если что-то произошло не так, и блюдо с блюдом что-то не так, в хороших ресторанах вам всегда предложат еще дополнительно десерт, не будут включать в счет, да, то есть сделают все максимально гладко, лишь бы вы ушли довольным и не сказали об этом никому больше никогда. Так вот, как получить вот этот всегда идеальный свой бизнес, как получить всегда довольных клиентов, мы предлагаем то самое решение, закрываем самые три главные потребности любого предприятия, любого предпринимателя, это коммуникация с клиентом, возможность получения обратной связи и возможность с этим клиентом начать дальнейшую взаимосвязь, и давайте переключим следующий слайд, и мы увидим, что же дает нам YouGainBusiness, сейчас я вам расскажу дальше о том, что те вопросы, которые возникают у любого предпринимателя, мы здесь их оптимизируем максимально, даем возможность предпринимателю заниматься любимым делом, заниматься тем творчеством, которое он вкладывает в свой бизнес, не думая о таких заботах, как расходы на рекламу, то есть мы знаем с вами, кто занимался каким-либо бизнесом, что порой у нас от выручки нашей, то есть мы до 20%, а то и более, особенно в начале бизнеса мы тратим на рекламу, и как мы можем отследить, насколько эта реклама была эффективна, то есть чаще всего это происходит каким-то таким образом, что мы не можем даже это понять, как пришли к нам эти люди, мы не можем отследить, откуда они пришли, и поэтому вот эти траты на рекламу, они иногда превышают необходимые вообще даже траты, и здесь многие предприятия тоже по этой причине терпят убытки даже в самых началах, то есть вот здесь наше приложение, наш U-game бизнес дает возможность сократить те самые расходы на рекламу, потому что внутри нашего приложения вы получаете возможность давать рекламу для своих клиентов абсолютно свободно, то есть без дополнительной оплаты ваши уже, ваши постоянные клиенты будут видеть вас, вы будете напоминать им о себе в своем приложении, и они будут видеть, ага, вот мое любимое заведение, оно снова ждет меня, и вот здесь вы получаете постоянное увеличение повторных покупок благодаря нашему приложению, и также рост клиентской базы, потому что клиент чувствует о нем заботу, чувствует внимание, да, как всегда приятно, то есть мы, смотрите, любой бизнес – это живой организм, и это отношения, да, отношения предприятия, отношения предпринимателя с клиентом, какие отношения возникают у нас, переносите это на отношения даже человеческие, да, то есть если мы проявляем внимание, да, к своему близкому человеку, если мы дарим ему какие-то дополнительные, ну, там, часы своего времени, подарки, какую-то заботу какую-то, то этот человек начинает к вам, ну, становиться более лояльным, да, то есть он уже радуется тому, что когда каждый раз с вами встречается, вызывает это у него приятные эмоции, и вот здесь тот же самый эффект возникает у нас, когда вы в контакте со своим клиентом, потому что через приложение у вас вот та самая взаимосвязь возникает, и вы можете видеть, как клиент себя чувствует, где он находится, что он покупает, то есть через наше приложение отслеживать вот эти все вещи и давать ему то, что он хотел бы в этот момент, то есть в моменте именно сегодняшнего дня делать ему предложение. Также наше приложение имеет возможность доступа по всему миру, то есть даже если ваш клиент поехал куда-либо, начал путешествовать, да, и он все равно имеет доступ к нашему приложению, к тем заведениям, которые, к тем предприятиям, которые у нас в нашей экосистеме состоят, и вы можете также предлагать свои услуги также по всему миру. И улучшать качество обслуживания тоже позволяет наше приложение YouGainBusiness, и для каждого становится абсолютно понятно, как это делать, потому что внутри приложения у вас есть все возможности отслеживать все самые необходимые вещи для ваших клиентов. Давайте следующий слайд. Итак, взаимодействие с клиентами. То есть каким образом вы сможете взаимодействовать с клиентами? Вы можете получать обратную связь и писать своим клиентам, задавать вопросы, как им понравилось, получать обратную связь о обслуживании, да. Также вы можете разместить меню, то самое сейчас необходимое, что сейчас, о чем мы говорим, это онлайн, да. То есть перевести свой бизнес в онлайн-режим буквально одним движением вы тут же получаете свой онлайн-магазин без ограничений внесения ваших товаров, то есть у вас нету, если у вас большой перечень товаров, допустим, у вас какие-то мелкие, может быть, ну, продукция, которая мелкая и очень много наименований, то есть вы можете постоянно вносить свой прескурант в меню, постоянно улучшать это меню, да. То есть, допустим, есть проблема, ну, вот опять же, как ресторатор могу сказать, да, был такой момент, когда у меня был очень классный шеф-повар, который любил всегда придумывать что-то новенькое. И вот этот момент, ну, там, блюдо от шеф-повара, но он еще всегда дорабатывал само меню. И у нас возникала такая ситуация, когда нужно было постоянно перепечатывать меню. А меню хочется же делать с красивыми картинками, то есть это от съем блюда, это приготовка этого блюда, это, ну, оформлять это блюдо, да, то есть это, ну, достаточно такой трудоемкий процесс. Потом это печатание, потом это нужно выдать своим гостям, которые приходят в ваше заведение. То есть здесь все очень просто. Здесь вы загружаете на, ну, в своем приложении загружаете как раз меню, загружаете цены, загружаете вот все прескуранты, и тут же можете получать заказы. То есть все просто в нашем, в нашем мире все должно быть в два клика, и вот как раз мы идем к тому, чтобы упростить максимально для вашего ведения вашего бизнеса. Следующее – это оцифровка базы и сбор статистических и аналитических данных. То есть как раз тот самый момент, которому я, допустим, всегда стремилась понять, сколько человек приходит ко мне в ресторан, сколько человек сегодня посетило. Ну, не поставишь же ты человека на входе, да, который будет плюсики ставить. Зашел один, как вот недавно я летала одной авиакомпанией, и там, значит, стоит девушка специальная, которая нажимает на такую кнопочку, сколько человек зашло в самолет. Потом она еще раз проходится по самолету, и мимо каждого человека вот так вот перед лицом его кнопочку вот так нажимает. То есть вот она автоматизация, думаешь, боже мой, вроде все настолько уже оцифровано, то есть мы проходим, мы делаем скан нашего билета, и все-таки вот этот момент происходит. Здесь то же самое, да, пришел клиент, да, он оплатил, где-то у него есть чек, где-то, если, опять же, это заведение какое-то, у вас есть сотрудники, вам нужно просмотреть, как эти сотрудники сработали с этим клиентом, и вот имея эту возможность оцифровку всех клиентов, у вас возникает, ну, абсолютный контроль ситуации. На любом расстоянии вы открываете приложение и видите, сколько клиентов сегодня к вам приходило. Каждый из них сделал, ну, отсканировал свой QR-код, вы увидели оценку того, как эти люди получили обслуживание у вас, что они купили. Также, если у них прикреплена их карта, они могут сделать оплату онлайн, и это очень удобно. И тут же возникает система мотивации сотрудников, то есть каждый сотрудник заинтересован в том, чтобы клиент ушел довольным, потому что у нас внутри приложения также мы предусмотрели возможность повышения уровня знаний ваших сотрудников, то есть вы можете сделать так, чтобы ваши сотрудники проходили какую-то дополнительную аттестацию или дополнительное обучение внутри этого приложения. Будет возможность проходить сотрудникам повышение уровня знания о вашем продукте или о вашем бизнесе, то есть даже если к вам пришел новичок, вы всегда сможете увидеть то, как он растет и дать ему какие-то еще дополнительные возможности, допустим, повышения карьеры внутри вашего предприятия. И также у нас есть гибкие настройки маркетинга, то есть это тот момент, когда вы сможете сделать особые предложения для своих клиентов, для своих гостей, своих заведений или своих предприятий, причем даже исключительно прямо адресно, по имени, то есть вы отправляете, допустим, какое-либо предложение, у вас есть имя вашего клиента, и сама программа формирует это, то есть вы пишете предложение, и она добавляет имя, то есть обращение лично к человеку, и это как раз то самое личное внимание, которое нам всем в нашем таком быстром, изменяющемся и молниеносно движущемся мире очень хочется вот этого адресного обращения, то есть поставьте плюсики, пожалуйста, те, кому всегда приятно, когда даже если это рекламная какая-то продукция, но тут написано ваше имя, то есть совсем другой эффект, да, то ли вам кто-то кому-то там непонятно кому прислали, там, ой, приходите к нам, у нас все хорошо, либо вам пишет, уважаемый Петр Семенович, сегодня только для вас, так как вы у нас вчера приходили, мы видели, вам понравилось у нас те самые ваши любимые, ну, я не знаю, эклеры, да, вот именно сегодня для вас мы приготовили такое специальное предложение, и вот по имени обращаясь к вашему клиенту, клиент всегда будет настроен очень лояльно именно прийти к вам, потому что он знает, что тут он получит максимальное обслуживание, так, давайте дальше, следующий слайд, функционал UGAIN, итак, функционал UGAIN у нас очень многообразный, обширный, мы уже с вами знаем, что то самое приложение, которое может скачать ваш клиент, оно абсолютно для него свободно и бесплатно, то есть он скачивает приложение, этим приложением начинает пользоваться, и в этом приложении у него есть возможность получения дополнительных преимуществ. Здесь у нас есть, конечно, бонусная программа, то есть мы сегодня говорим, исключительно у нас презентация, и еще есть возможность узнать о бонусной программе дополнительно на нашей следующей встрече, которая пройдет в пятницу в 19 часов, у нас будет еще встреча по бизнес-возможностям, и там мы более подробно еще поговорим о бонусной программе. И здесь человек, получая какую-либо услугу, дополнительно еще имеет возможность получать бонусы и рекомендовать наше приложение кому-то еще и своих друзей, и также получать еще дополнительные бонусы. Также можно здесь осуществлять всевозможные онлайн-заказы и получать обратную связь, как мы уже сказали. И вот то самое общение, вот та самая забота, да, как вот здесь ручки так сделаны, та самая забота о клиентах, вот это то, что важно для каждого предприятия, и то, что мы упускаем в моменте, ну, когда мы находимся внутри бизнеса, да, то есть мы в бизнес-процессах, сам предприниматель, он упускает этот момент. То есть здесь либо нужно нанимать каких-то отдельно специальных обученных людей, которые будут вот это общение с клиентами налаживать, либо очень просто сделать это через наше приложение. Получить вот ту самую заботу о клиентах, сделать для них особые предложения, сделать для них особое внимание, обратить их внимание, дать им обратную связь на то, что они вам пишут. И еще у нас есть здесь шикарная возможность, это кросс-маркетинг. Здесь, знаете, ну, уникальная вещь, я от нее в восторге, потому что мы всегда в любом бизнесе, у нас есть конкуренция, да, и в любой конкуренции всегда, ну, мы хотим быть лучше, естественно, да, то есть чем наши конкуренты или чтобы у нас было как можно больше друзей, гостей или покупателей. И здесь мы налаживаем такую взаимосвязь с любыми предприятиями, которые уже находятся внутри нашей экосистемы. Вы можете договориться и дать друг другу возможность поменяться или дополнить, да, еще свою клиентскую базу еще клиентами какого-то другого предприятия. И вот этот перекрестный маркетинг, он как раз увеличивает клиентскую базу. И если, допустим, вы находитесь внутри какого-то большого торгового центра и у одного, ну, в одном отделе есть такое приложение, вы можете как держатель нашего приложения прийти в соседний отдел, вы видите, что туда ходит много людей, и договориться о том, что этот отдел также устанавливает себе приложение, тем самым мы повышаем спрос на наше предложение, на наше приложение, и предложение тоже. И вот этот человек, который также подключает наше приложение к своим клиентам, да, и тоже оцифровывает свою базу, и вы можете договориться, что те предложения, которые вы будете делать, будут поступать также к его базе. И получается, что и он будет иметь возможность отправлять спецпредложения в вашу базу. И вы начинаете обмениваться клиентами. Что здесь происходит? Смотрите, ваши клиенты, они всегда будут ваши, и вы будете получать дополнительные бонусы и баллы, даже если ваш клиент пойдет и начнет покупать какую-либо услугу, товар, или, ну, неважно там что угодно, в любом другом заведении вы всегда будете получать еще дополнительные бонусы с каждой его покупки в любых других заведениях внутри нашей экосистемы. Даже в других странах человек поедет и пойдет в какой-либо ресторан, заведение или магазин, он будет там тратить свои деньги, а вы, как человек, в базе которого находится этот клиент, будете получать дополнительные бонусы с его покупок. То есть здесь выгода для каждого и для всех в целом. И еще представьте, насколько выгодно наше приложение и наша услуга для тех, у кого есть большие торговые центры и сети. Потому что если торговый центр, ну, мы рассматривали здесь с точки зрения, уже обсуждали с вами, давайте еще раз обсудим, потому что есть много новеньких, кто нас смотрит впервые, что мы, допустим, берем торговый центр, и вдруг происходит момент, ну, когда нельзя посещать большие торговые заведения, там, где скопление людей, да, и запрещено. Но хозяин торгового центра, у него нет как таковых клиентов, кроме тех, кто арендует его площадь, да, и, соответственно, у него происходит потеря прибыли, то есть уже те люди, которые у него арендуют площади, либо уходят, либо тоже начинают терпеть убытки. Но человек, предприниматель, у которого есть товар, с которым он может выйти в интернет, он еще более-менее защищен, потому что он может в интернете даже через наше приложение предложить свой любой товар и начать его там продавать. Но человек, у которого есть площади, он ничего с этим сделать не может. И здесь он начинает подключать каждого предпринимателя, который арендует у него площади в торговом центре, а эти предприятия открывают свои онлайн-магазины внутри нашей платформы, и тот самый первый человек, владелец торгового центра, всегда получает бонус за покупки тех людей, которые приходят к этим предприятиям, в эти магазины. То есть там, где тратятся деньги, он всегда будет получать бонусы дополнительные, ему будет всегда возвращаться еще возможность заработка. То есть он сможет как раз вот те большие клиентские базы оцифровать еще с этой точки зрения. Поэтому и кросс-маркетинг, и возможность использования нашего приложения внутри больших крупных торговых центров сетей, она здесь просто уникальна. И представьте, если у вас есть друг какой-то, у кого есть торговый центр, у него есть хотя бы 100 точек, и в этих 100 точках есть хотя бы 100 клиентов, вы можете сами посчитать, сколько он будет получать, даже если по одному рублю или по одному доллару будет получать в течение месяца, от покупок всех клиентов, которые ходили раньше в его торговый центр, даже если его торговый центр закрыт. И по программе лояльности, здесь, я думаю, всем все понятно, мы уже привыкли к программам лояльности, они очень удобны, они очень, они интересны, и уже многие для них, ну, адаптированы мы к тому, что мы всегда используем те или иные программы лояльности. И здесь у нас тоже, конечно же, программа лояльности есть, она позволяет нам охватить, вот имея уже такую огромную базу, как на сегодняшний день, уже охватить еще большее количество людей с помощью тех самых кэшбэков, которые будет получать человек, покупая те или иные товары у каких-либо предприятий. Итак, давайте перейдем дальше, и предприниматели. Маркетинговые инструменты для работы с клиентской базой. То есть здесь у нас имеется, смотрите, несколько вариантов, которые вы можете использовать, допустим, сообщать об акциях или специальных предложениях, то есть как это будет выглядеть. Вы, допустим, видели, как выглядит сториз в Инстаграм, да, то есть здесь у нас тоже можно будет вот таким образом сообщать об акциях или специальных предложениях для своих клиентов. Дарить приятные бонусы клиентам. И здесь вы также дополнительно зарабатываете приветственные баллы и помогаете своим клиентам тоже зарабатывать приветственные баллы. То есть здесь у каждого есть своя выгода. Также получаете пассивный доход от абонементов ваших активных и постоянных клиентов. То есть кроме того, что клиент бесплатно скачивает наше приложение, пользуется возможностями получения скидок, он может сделать себе возможность получения повышенных скидок, если он покупает еще, оплачивает абонемент либо на год, либо на месяц, и у него повышенная скидка, повышенный кэшбэк, и также он наращивает еще дополнительных активных и постоянных клиентов. И благодаря как раз тем самым пуш-уведомлениям все ваши клиенты будут знать о том, что происходит в вашем заведении или в вашем каком-то магазине или торговом центре. То есть какая-то акция, какой-то магазин происходит, какой-то праздник происходит, в каком-то магазине открытие происходит, каких-то дополнительных товаров, появляются новые товары в вашем перечне. То есть большое количество людей, которые узнают о ваших акциях или новостях с помощью наших пуш-уведомлений. Вместо клиентов употребить слово «гость», «посетитель» или «потребитель». Смотрите, есть разные бизнесы. В одном бизнесе «гость» или «посетитель» – это где мы обслуживаем, допустим, в общепите или в гостиничном бизнесе. А если человек, допустим, приходит к какому-то предпринимателю, покупает тот или иной товар – это клиент. То есть это здесь по-разному называется. Поэтому когда у меня был магазин, и все люди, которые приходили после магазина ко мне в ресторан, я их всех называла клиентами, и меня стали поправлять. Но они не клиенты, они гости. Поэтому здесь для каждого своя терминология, и мы здесь можем использовать любую терминологию. И главное, чтобы вы понимали, в каком в данный момент времени с каким предпринимателем вы общаетесь, какой у него бизнес. И для каждого предпринимателя вы все-таки найдете свои слова, свою терминологию, и будете делать то предложение, которое будет актуально ему в этот момент. Так, хорошо, давайте следующий слайд. Как работает YouGain? Здесь все очень просто, очень интуитивно. Мы знаем с вами, что пришло то время, когда все должно быть в два клика, и клиент просто скачивает приложение, регистрируется, и приходит в то заведение, где он хочет использовать, и где есть наше приложение, показывает код. Кассир сканирует этот код с помощью своего приложения на своем, значит, телефоне. После сканирования или аппарате, на который установлен наше приложение, после сканирования кассир получает информацию о том количестве баллов, которые есть у этого посетителя или гостя, о том количестве скидки, которые есть у этого гостя, о том специальном предложении, которое было для этого гостя, если это был тот самый Семен Петрович, который пришел сегодня в свой день рождения, получает особый сюрприз, особый подарок, и может быть даже перед его приходом мы сможем сделать ему сразу какой-то особый презент. И о том проценте кэшбэка, который также получает тот самый клиент или тот самый гость. И здесь после этого сканирования у кассира появляется вся необходимая информация, и он уже знает, как разговаривать и о чем разговаривать с этим клиентом. Дальше кассир получает оплату. Если у нас привязана карта, то он может оплатить онлайн, либо он может оплатить это все через терминал. И, соответственно, уже уменьшается у него количество доступных бонусных баллов, либо из-за кэшбэка, смотрим, какая скидка. То есть это все происходит на автоматическом режиме. После чего клиент получает те самые еще дополнительные бонусные баллы и оценивает качество обслуживания, может оставить дополнительные какие-то пожелания или какие-то предложения. То есть вот тот самый момент, где мы пишем в книге жалобы и предложения, только у вас это приходит онлайне в моменте. Где бы вы ни находились, вы видите, как понравилось вашему гостю, как понравилось вашему посетителю, что он хорошего получил в вашем заведении. Давайте дальше. Итак, вот примерно таким образом у нас происходит все действие, когда вы получаете доступ к нашей экосистеме, и каждый человек, который скачивает это приложение как клиент, и каждый человек, кто будет использовать наше приложение как предприниматель, будет получать свои особые преимущества. И также есть возможность строить совместно с нами бизнес. И наше приложение для предпринимателей доступно по стоимости одного кофе в день, как мы говорим. Конечно, для любого предприятия любые затраты на рекламу, на какие-либо дополнительные, какие-то особые, так скажем, ну какая-то модернизация, она всегда рассматривается, если это большое предприятие, очень как бы долго, да, то здесь рассматривается бюджет и так далее. Но благодаря тому, что наше приложение имеет такую доступную цену, здесь любое предприятие может принять решение, любой предприниматель может принять решение в моменте, да, потому что стоимость нашего предложения – это та самая одна чашка кофе в день, и огромное количество преимуществ, огромное количество условий лучшего бизнеса, да, построения той самой взаимосвязи с вашим гостем и клиентом, здесь, ну, даже неоспоримо, да, что будет тут же сразу у вас это все окуплено. И в том числе вы будете освобождены от той самой рутинной работы, внесения вашей клиентской базы или там обзвонов клиентской базы, то есть вы всегда одним нажатием, буквально одним нажатием пальчика в своем приложении можете отправить сразу всем своим клиентам какое-то спецприложение или какую-то новость, и мы с вами знаем, что мы живем в такое время, когда мы должны в моменте знать, что произошло. Согласитесь, что уже как будто не актуально, если это произошло вчера, то есть если это произошло вчера и сегодня вы эту новость узнаете, она уже для вас вообще не актуальна, то есть вы так, ну, да, было и что, но если это происходит вот сейчас, вот это интересует сейчас людей, то есть мы находимся в том времени, что мы должны быть на шаг впереди, поэтому вот в этом моменте, когда вы можете сообщить своим любимым посетителям, гостям, клиентам, потребителям то, что происходит в этом моменте, поэтому сейчас так актуальны прямые эфиры в инстаграм и так далее. Вот это все вы можете в этом моменте в нашем приложении использовать и отправлять те самые особые происходящие там ситуации, там какие-то праздники в вашем заведении или в вашем предприятии, вы можете отправлять своим клиентам и гостям, и это очень здорово. Поэтому благодарю вас всех за внимание, друзья, очень старалась сделать так, чтобы максимально дать вам много полезной информации, чтобы сложилась картинка, как вы можете это применять в своем бизнесе, как вы можете, да, конечно, через приложение можно делать и заказ, и оплату, естественно, вы можете сделать для себя свой интернет-магазин, то есть даже если вам пришлось закрыть свой бизнес и у вас остались какие-либо товары или какие-то услуги неиспользуемые, да, то есть то, что невозможно сейчас где-то продать, вы можете буквально за чашку кофе создать свой интернет-магазин и быть актуальными во времени, в моменте и получать еще возможность расширять свою клиентскую базу по всему миру, не только в вашем городе или в стране. Потому что наше приложение запускается сразу в нескольких странах, на нескольких языках, и я хочу теперь те самые новости, которые я вам обещала. Сейчас я открою одну секундочку. Вы знаете, что у нас прошел второй этап экзамена, и я вам сейчас назову цифры. Сколько человек сдавало экзамен на то, чтобы стать представителями и промоушенами приложения Югейн. Так, сейчас, секундочку. Так вот, последние цифры на текущий момент, это было на 11 часов утра по московскому времени, у нас по цифрам теста. Попыток прохождения новой аттестации, то есть те люди, кто имел несколько, у каждого человека было несколько попыток для прохождения аттестации, попыток всего было пройдено 5710, это было вот буквально два часа назад. Такие цифры. Партнеров, кто прошли тест, 3979 человек. То есть те, кто сдали тест на больше, чем на 50, на 50 и более, чем процентов, 3473 человека. То есть сдало тест у нас 87 партнеров. Также у нас есть те, кто получили максимальный балл, это Кленов, Владимир и Баракин, Элеонора. Я вас поздравляю, друзья, потому что вы большие молодцы, значит, вы очень сильно погрузились в наш продукт, вы очень хорошо его изучили и смогли его максимально правильно сдать тест. И да, Элеонора, поздравляю тебя, вижу, ура. И поздравляю также других партнеров других стран, кто проходили тесты с удачной сдачей. И те, кто сдал экзамен более чем на 50%, уже смогут получить доступ к нашему приложению EGain и начать общаться с предпринимателями. Поэтому поздравляю всех, скоро будут списки, все будем, после завершения, окончательного завершения экзамена мы, конечно же, все опубликуем. Пока еще есть возможность тех, кто еще не пробовали, не испытали все свои попытки, еще раз попробовать или сдать заново экзамен. Так что я вас поздравляю. Для новичков есть такая возможность, а те, кто уже испытал три попытки, уже все. Так что поздравляю вас, друзья, все огромные молодцы. Держим кулачки за тех, кто еще сдают экзамены. И пальчики тоже, да. И готовимся к запуску нашей платформы. И впереди весь мир, который ждет нашего решения поддержки и помощи для предпринимателей. Благодарю всех за внимание. Всех обнимаю. Всем желаю отличного настроения. Кто в Москве, ждем вас сегодня на открытую презентацию в Башне Федерации в нашем головном офисе Академии частного инвестора. Всем всего доброго. До встречи на наших эфирах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok